Остается нерешенный вопрос, где взять средства для повышения зарплат ярославским бюджетникам. Городу на следующий год требуется почти полмиллиарда рублей. В дефицитном бюджете Ярославля таких денег нет. Как решается проблема, выясняла Яна Хромова. Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля подготовила письма губернатору, председателю областной думы и региональным парламентариям с просьбой и требованием выделить городу Ярославлю средства на повышение в следующем году зарплат бюджетникам. В своих обращениях они ссылаются на указ президента и конституцию страны. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов предусмотреть при формировании бюджетов, в том числе субъектов федерации, на 2013 и на 2014-2015 годы осигнование на реализацию мед, предусмотренных настоящим указом. А также, исходя из требований Конституции Российской Федерации, где говорится в статье 133 Конституции, что местному самоуправлению гарантировано право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти. Компенсация должна быть предусмотрена. В этом вопросе позиция коммунистов и властей города совпадает. Мэрия считает, что указ президента нарушен. Более того, правительство страны выделило всем субъектам целевые дотации на повышение зарплат. Всем муниципальным образованием деньги нашлись, за исключением Ярославля. Когда начинаются расчеты, сколько стоит повышение заработной платы педагогическим работникам или работникам культуры, всегда идет некоторая игра о том, сколько это стоит. И в данном случае правительство Ярославской области посчитало, что у него недостаточно денег федеральной субъекции, чтобы дать всем муниципальным образованием. И в итоге Ярославле не дали. Но я считаю, что Ярославская область должна была с Москвой разбираться на тему, какая дотация обоснована для индексации заработной платы. Получается, в этой ситуации мы остаемся крайними. То есть наш бюджет, в принципе, на эти полмиллиарда, он не сходится в следующем году. Некоторые депутаты муниципалитета уже поддержали власти Ярославля и готовы подписаться под письмом коммунистов. Когда, откровенно говоря, бюджет супердефицитный, а не просто дефицитный, то вообще каждая логика в строку. Но и при нашей бюджетной системе, которая у нас в Российской Федерации существует, когда все сначала в кучу складывается в Москву, потом она расползается на более мелкие кучки по регионам, а потом уже на еще более мелкие кучки в муниципалитеты. Но мы от этого никуда не уйдем, от такого лоббизма, от отхождения с протянутой рукой. Поэтому обращение к областным властям – это тоже неизбежная вещь. Депутатское большинство единороссов, похоже, не торопится оставлять свои автографы. Пока как-то негативные отношения я услышал, говорят, что надо решать идти к губернатору в кабинете, обговаривать, пусть сначала председатель муниципалитета встретится с губернатором, а потом писать вот эти письма и обращения. То ли поссориться может бояться с губернатором, то ли, значит, вслух сказать о том, что государство возложило на субъекты Федерации эти обязанности. Мне объясняют, что президент и не мог написать вот в этом указе то, что касается органов местного самоуправления. Если в указе предусмотрено, что регионы должны решить эти вопросы, покрыть, давайте реализуйте. Яна Хромова, Александр Быков, Городской телеканал.